Привет, друзья! Как известно, корейская кухня это удивительное явление, не перестающее радовать и удивлять не чем-то новым, а немного подзабытым старым. И сегодня я хочу сделать муги. Это желе из бобового крахмала. Рецепт крахмала из Маша я оставлю ссылку снизу под видео. Но сейчас я буду делать муги из готового крахмала. Здесь все просто. Главное знать пропорции. И у меня они свои. 1 к 5. То есть 1 чашка крахмала и 5 чашек воды. 1 чашку воды смешиваю с крахмалом. Затем 4 чашки кипячу в кастрюле с толстым дном. Я готовлю муги в сковороде ВОК. Воду наливаю в чашу до краев. Как только вода закипит, чуть подсаливаю. Наливаю в воду кунжутное масло. 1 ложки достаточно. Крахмальную смесь обязательно перемешиваем, так как крахмал быстро оседает на дном. Вливаю постепенно, непрерывно помешивая венчиком. Огонь в это время не должен быть сильным. Мешаем быстро, чтобы не было комочков. Желе быстро густеет, прямо на глазах. Это занимает не более 2 минут. Как только желе станет прозрачным, а это видно сразу. Выключаем огонь. И сразу же, пока он горячий, выливаем в подготовленную тару. Все нужно делать быстро, так как муги, если остынет, то будет комочками. У меня тара стеклянная и смазывать ничем не нужно. Оставляем муги до полного остывания. Кто пробовал муки, тот знает, что оно само по себе без вкуса и запаха. Просто так есть невкусно. Поэтому покажу, как я заправляю муки. Из двух яиц делаю болтушку и жарю блины на небольшом количестве масла с двух сторон. У меня получились два блинчика тонких. Свернула рулетиком и нарезала тонко соломкой. Зеленый лук режу мелко. Очень вкусно, когда много зелени в этом салате. Ароматную свежую кинзу тоже режу мелко. А еще освежает этот салат хрустящий свежий огурец, который я режу сначала дольками, затем тонкой соломкой. Для пикантного, острого вкуса использую два перчика, зеленый и красный. Разрезаю сначала пополам вдоль и убираю семена. Затем режу мелко. Муги застыл хорошо и легко извлекается. Посмотрите, какой он гладкий получился и блестящий. А главное, упругий такой. Посмотрим, какой он в разрезе. Режется очень легко. Не крошится. Гладкий срез. Если муги плохо застыл или не дошел, то он будет прилипать к ножу. Вообще, я раньше делала муги 1 к 6, но получался немного рыхлый и помягче. Но этот вариант мне больше нравится. Он такой плотненький и приятнее кушать. Готовлю соус. Соевый соус лью немного, так как его большое количество портит внешний вид. Но на вкус это не влияет. У меня пряное острое масло. Можно заменить кунжутным. И чеснок. Всё. Можете, конечно, туда и уксус добавить. На любителя это, конечно. Заправлять муки желательно перед подачей. Можно сверху полить соусом. Положить яичные блинчики. Огурцы сверху. И зелень. Посыпать кунжутными семенами. По желанию. И перемешать. Но можно прямо и так подавать в столу. Не мешая салат. И вот так быстро и просто можно сделать такой освежающий, лёгкий салат. Очень питательное блюдо. Попробуйте. Это вкусно. Друзья. Нажатие на лайк. Это всего лишь секунда вашей жизни. И целый поток хорошего настроения. И мотивация трудиться дальше для меня, как автора. Пока-пока.